Всем здарова, это Перец. Это четвертая серия пути до Киркина Аризона Квинн Крик. Обязательно посмотри ролик до конца, братишка, так ты сможешь заработать реальные деньги. Да, я случайно не вру. Где-то в ролике будет подсказка, она-то и поможет тебе срубить заветный кэш. Если что, я не показываю вам, как я оформлю ресурсы ночью, но знайте, что этот процесс очень сложный, долгий и просто скучный максимально. Сема 23 года, сидит на шахте, камень, блять, добывает. Я решил, что можно попробовать что-нибудь скрафтить, и на этом можно заработать. Сейчас многие майнят, и я выбрал, что буду крафтить смазки и охлаждайки для видеокарт. Подбегаем к столу крафта на ЦР и выбираем смазки. Для одного крафта нам потребуется 20 дерева, 14 материалов, 1 серебро и 14 хлопка. Не такой-то и дорогой крафт на самом деле. Выбираем 3 штуки и начинаем крафтить. Ого, первая успешна. Ничего себе, друзья. Вторая тоже успешна. Шок просто. Третья тоже успешна. Че вообще происходит? Первый раз крафчу на Аризоне, и это довольно прикольно на самом деле. Я вообще рад. Ну, типа, 3 из 3 прям повезло. У меня высокие проценты, конечно, за счет приемки, но в любом случае удача на моей стороне. Я купил 10 бутылочек воды, и давайте начнем крафтить. Льна и хлопка мне хватает только на 5 крафтов, так что пусть будет 5 охлаждаек. На этом моменте удача от меня, блин, ну просто отвернулась. Из 5 получилось сделать только 2 охлаждайки. Ну, да и пофиг, если честно. После чего я решил пойти устроиться в грув для зарплаты и просто стоял на ЦР и продавал свои шмоточки. Я занимался там куплей-продажей, вот вся вот эта лабуда. Результаты продаж не всегда могу показывать, так как на ЦР почему-то игра любит вылетать периодически. Я не знаю почему, блин. Но какие-то моменты я с ЦР не показываю, потому что, ну вот как-то так. Я даже не знаю, с чем это связано. Я и со сборки играю, и с лаунчера, и все равно. Спустя там пару часов стояние за лавкой меня просто крашут. Я опять же не знаю почему. Дальше начинается просто какой-то цирк. Я нафармил 5 миллионов. Вы прикиньте, 5 миллионов я трудился. Как раб на галерах, я там на шахте был, на ЦР перепродавал. Сема 23 года, напоминаю. И после чего я решил продать все свои ресурсы, и вот заработал 5 миллионов. Мне захотелось купить дом, так как по моим целям на этот путь мы должны кирку скрафтить. А скрафтить ее можно в подвале в доме. Ну, можно еще и на ЦР, но я хочу в доме. В своем доме, блин. Поэтому мне нужно было купить дом. И я нашел прекрасный домик в Сан-Фьерро. Я приехал сюда, но тут просто, просто миллион людей. Вы не представляете, там огромное количество было людей. Все слетелись, что-то всем хотелось. По итогу я поставил 5 миллионов, но мою ставку перебили. И, короче, пошел я нахрен. Дальше я нашел еще один домик. Тоже в Сан-Фьерро, рядом с разгрузкой бочек с нефтью. Место вообще топовое. Инта вообще прекрасная. Все круто и классно. Есть гараж. Но под конец приезжают два дурачка каких-то и начинают меня подговаривать. Потом достали свои пушечки и начали выпендриваться ганами. Ну, конечно, в такой ситуации я просто позвал админов, чтобы они проследили за этим. В итоге какой-то чувак высирал что-то в мой адрес. Но мне было без разницы, потому что я, в принципе, не агрессивный. И мне было насрать на него. Но, конечно же, ставку мою перебили. Ничего страшного. Подумал я, хрен с вами. Сидите, пердите в этом доме. Я поехал дальше. В итоге я нашел еще один дом на аукционе. Но он такой себе, друзья. Это просто какой-то дурацкий вагончик. Но на самом деле без разницы. Зато место крутое. Рядом есть ферма льна и хлопка. Рядом Лос-Антос. Ну, типа, прикольное место. Я стоял и ждал с двумя пацанчиками. Но я сразу понял, что денег-то у меня, конечно, побольше, чем у них. Ну, я не знаю, чуечка-чуечка не подвела. В итоге я зарядил 2,5 миллиона и выиграл. Но, наконец-то, блядь, у меня дом есть. Неужели? Неужели? Небольшое отступление. Я выдам 100 рубасов одному человеку среди тех, кто напишет комментарий из 4 слов. Это важно. Нужно еще поставить лайк на ролик. Подписаться на канал. Прожать колокольчик. И написать в конце комментария слово... Ну, пусть будет, например, не знаю, диплом. Напишите обязательно это слово, так я пойму то, что вы участвуете в розыгрыше сотки. Я решил посмотреть, что нужно для подвала. И чуть, блядь, инфаркт не словил, потому что там 7,5 тысяч дерева, 1000 камня, 100 металла, 10 бронзы. И еще там надо 500-1,5 миллиона денег. Я подумал, блин, откуда? Откуда мне взять все эти бабки? Потому что это очень много, например, там... Ладно, 7,5 тысяч дерева, типа, мелочь. 1000 камня стоит до хрена. 10 бронзы тоже стоит. 100 металла, ладно, не так много, как бы 100. Но самое основное это камень. 1000 камня, это, блин, вообще много. После чего я отправился на шахту. Подумал, надо чуть-чуть там подколупать камушек и все такое. Не знаю, я решил там покрутить рулетки. Лучше бы я их опять продал. И мне ничего там полезного не выпало, конечно же. Я решил то, что будем по чуть-чуть так вот зарабатывать. Выбираем смазки и начинаем их крафтить. Первая, конечно же, провалилась. Но дальше две, конечно, были успешные. Поэтому я был в плюсе. Выбираем охлаждайку и тоже ее крафтим. А пока крафт идет, обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий. И не забудьте подписаться на канал, чтобы ролик выбивался в топы. Охлаждайка у нас, кстати, тоже скрафтилась. Так что мы в плюсе. На утро я увидел парня в маске демона. И я решил, что мне нужно ее купить. У меня прям есть, на самом деле, сет мечты. Это маска демона. Шляпа волшебника. И что-нибудь прикольное на спину. В итоге я взял маску демона за 850 тысяч вирт. Но скажу так. То, что сервер новый. И аксессуаров довольно мало. То есть вот я бегал все это время. И аксессуаров реально мало. Поэтому найти маску демона было довольно тяжело. Или она стоила космических денег. Типа там полтора миллиона. Ну а тут 850 тысяч. Это мелочь, я думаю. После всех этих махинаций со шмотками. Я отправился к Николаю. Чтобы устроиться на новую работу. Ну а друзья, узнайте вы о ней в следующей серии. Спасибо за просмотр. Не забывайте писать кодовое слово. Ставить лайки. И подписываться на канал. А я пошел дальше снимать ролики. Так что давайте крыша. Пока-пока. Пока.